Тук-тук! Здравствуйте! С вами снова я, Светлана Пташец, ваш самый любимый дизайнер. И сегодня я хочу показать вам обзор освещения в квартире, в которой мы на данный момент находимся. Это мой объект, который находится на стадии реализации и уже, в принципе, готов к установке всей корпусной мебели и декоративных элементов. Пройдемте! Я, создавая интерьер, не люблю каких-то очень вычурных классических элементов, но есть светильники, перед которыми просто невозможно устоять. Это, например, простые, довольно лаконичные, простой формы мра, которые за счет своего освещения создают очень интересные рисунки на стене. Их можно комбинировать разным образом и делать, даже вплоть до того, что делать целую панно, декоративную стену, которая будет являться акцентом вашего интерьера. Какие светильники сегодня актуальны, популярны и с какими светильниками мы работаем? Это, опять же, накладные светильники простых форм, куб-цилиндр, которые всегда будут хорошо смотреться. Единственный момент, что светильники, конечно, есть совершенно разные. Мы должны смотреть на качество металла, покрытие, на тонкость стенок и так далее. Здесь представлен очень красивый светильник, который имеет строго квадратную кубическую форму, и у которого тонкие стенки, утоплена сама зона лампы, и чему создается такой эффект глубокого света. Очень красиво. Очень много на данный момент, на сегодняшний день мы работаем со светодиодными системами. К сожалению, здесь они не подключены, мы когда-нибудь вам покажем красивое видео. Ну вот, например, красивая декоративная подсветка вдоль стены, которая может диммироваться, то есть можно делать так, чтобы была яркость света разная, да, от настроения, от желания, от времени суток и так далее. Там, чтобы затухало, или наоборот, я как-то... Саша, я люблю тебя. Также есть очень классные встраиваемые светодиодные профильные светильники, которые дают очень классный мягкий свет. Светильники я люблю именно встраиваемые, которые скрытого монтажа, и чтобы сама стекло-рассеиватель была заподлесотом. С потолком, стеной мы их используем в разных элементах. Они могут также использоваться в мебели, множество производителей есть данного света на сегодняшний день, и много разных решений. Свет очень красивый, чаще используем как ночной декоративный свет, то есть вот эта вот система там встроенных светильников где-то внизу, да, над полом уже, в принципе, ушла. Я неоднократно сама делаю проекты с встроенным светом плинтуса, это тоже очень красиво, но это довольно сложный в монтаже технический момент. А чтобы сделать это просто, можно подсветить там потолок вдоль какой-то одной стены, это будет круто выглядеть, вы можете это использовать как вечерний, ночной свет, это может использоваться для дополнительного освещения и просто радость глаз. Опять же вот здесь покажу просто пример, еще не наделано, не подключено, но здесь будет зеркало и тоже небольшой встроенный светодиодный профиль, который будет просто давать красивый мягкий свет и давать этой ванной дополнительный эффект уюта определенного. Ну, классические встроенные светильники, которые, в принципе, в своей классике очень разнообразны. Я за светодиодные решения на сегодняшний день уже глобально даже можно сказать. Они могут быть разные, если их нужно максимально вскрыть, чтобы они не выделялись на фоне потолка, можно использовать гипсовые светильники под шпатлевку, которых, в принципе, не будет видно, и будут видны только вот там круглые или квадратные световые пятна, да, которые нам нужны. Это могут быть там довольно глубокие утопленные светильники, то есть, ну, разнообразие у них есть, и все они хороши. То, что на сегодняшний день уже отходит, это плоские светодиодные панели. Мы их раньше использовали для того, чтобы высоту потолка сохранить, не сильно большую, но это более технический свет, как я считаю, на сегодняшний день, и уже есть много новых, более интересных решений. Так, про центр свет мы уже поговорили. Накладные светильники кубические, я вам сказала, опять же, эти бра, которые создают просто очень классный эффект, и которые служат тоже тем же ночным светом. Такие светильники, вот как светодиод в коридоре, гостиной, прихожей вдоль стен и бра, мы зачастую делаем проходными, чтобы их можно было включить при входе в помещение, выключить, например, как здесь у нас с другой стороны в зоне спальни. Здесь у нас представлены тоже светодиодные светильники, встраиваемые, которые немножко другие. Эта комната у нас должна быть теплая, мы здесь использовали такой очень теплый свет, и сами светильники очень интересные по своей форме, очень интересные по своему дизайну. То есть сейчас очень больших фрук протокола света, как я уже говорила, здесь вы можете выбирать то, что вам хочется, то, что вам нравится, и то, что приятно вашей душе внешне. И еще раз покажу светильники, на которые мы отдельно отвлекались. Это трековые светодиодные светильники, которые не являются магнитными, не являются центросветом. Есть у многих производителей обычные накладные трековые системы, но более аккуратные, более компактные, более изящные, чем уже распространенные на рынке привычные нам трековые системы, с накладными светильниками. Ну и в принципе, наверное, все. В этой квартире будут использованы в зонах кровати спальных мест, причем асимметрично. Подвесные решения интересные, я очень люблю. Например, в данном месте мы делаем подвесной светильник с одной стороны, а с другой стороны изголовье кровати будет интересная игра. То есть можно свет комбинировать, можно со светом играть. Можно делать дополнительные светодиодные мебельные подсветки, или там по зеркалам вдоль какой-то мебели. Как в данном случае у нас будет тоже подсветка зеркала около туалетного столика. Если пройтись из меня в квартиру, очень много проводов, которые еще не доделаны, которые еще просто висят, но они все в дальнейшем будут использоваться. Везде будет дополнительная подсветка, которую будут делать уже мебельщики своими профилями мебельными. Здесь будет, например, ТВ-зона, большая ТВ-тумба и интересные полки с подсветкой. И мы обязательно вам покажем данную квартиру, когда она будет полностью готова и лицо довольного заказчика. И перед тем, как попрощаться с вами, я хочу сказать, что мы с вами живем в чудесное время современных инновационных технологий, когда для нас открыты все двери и впереди все дороги. Есть возможность создавать очень классные вещи, то, чего мы не могли бы делать раньше. А мы всегда можем помочь вам воплотить в жизнь все ваши самые смелые мечты в дизайне. Оставайтесь с нами на канале. Всем хорошего дня. Всем пока.